Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 февраля. Сегодня я сею свои томаты для теплицы холодной, но с подогревом. Инфракрасный обогреватель потолочный там установлен. Всегда в средине февраля это делаю. И вот в предыдущем видеоролике я вам рассказала, какие я сорта выбрала. Прямо назвала их, показала, что я посеяла. А сейчас я вот это вот все уберу, пододвину лоток и покажу вам, прям приближу, и покажу вам и расскажу о схеме посева. Это, конечно, больше относится к начинающим огородникам, чтобы они знали, что схему посева мы тоже, какую попало, ну в смысле, как захотим сеять не можем. Мы должны уже знать, что от расстояния между рядками и между семечками зависит, когда мы будем делать пикировку, будем пикировать вообще или нет. И все это потом оно выливается в дальнейшие наши действия. Сейчас я придвину лоток, буду вам рассказывать. Ну, казалось бы, схема посева, что от нее зависит? Ну, наделал эти, как сказать, барышки, как тебе нравится, разложил семена и все. Нет. Тут мы должны понимать, вы должны понимать, если вы начинаете только... О, сейчас еще немножко придвину. Я специально не стала закрывать вот эти дырочки от семечек. Тут вы должны понимать, что все зависит от вот этой схемы посадки. Сначала коснемся вопроса пикировки. Перед тем, как сеять томаты, вы должны сразу подумать, будете вы потом их пикировать или будете выращивать без пикировки. Если вы решите их выращивать без пикировки, некоторые вот в отдельные стаканчики сеют сразу по одной семечке, некоторые сеют сразу в лоток, но очень редко. И тогда, если вы будете выращивать без пикировки, то расстояние вот эти вот между дырочками должно быть не меньше 8-10 сантиметров. И расстояние вот так вот между дорожками тоже. То есть вот этой и этой дорожки уже не должно быть. Должна быть вот эта, где вот это? Вот эта, а потом сразу вот эта через два. Потому что сначала они взойдут маленькие, потом они разрастутся. И если вы выращивать хотите без пикировки, им же нужно 60 дней расти в одном и том же лотке. Я сразу скажу, что вот в этом лотке, где я насеяла 140 штучек, где у меня будет сеянцев 140, если без пикировки, всего 14-18 штук. И вот тут сразу напрашивается ответ на вопрос, который я слышу очень часто. А можно ли выращивать без пикировки? Да, можно. А почему вы не выращиваете без пикировки? Ну тут ясно. Если я буду без пикировки сеять по 14 или 16 штучек, то для того, чтобы вот этот лоток засеять 140 штук, мне нужно будет 14 лотков, ой, 10 лотков вот таких. Куда я их буду размещать? Они должны, ну это еще следующие сорта тоже так же, они должны же где-то стоять под светом, ну как им место надо на окне или на стеллаже. И тут ясно, что если вы задумываетесь об экономии места под солнцем для них, место на окне, место на стеллаже, конечно нужно выращивать с пикировкой. Ну плюсов пикировки я сейчас даваться не буду, их очень много. И выбраковку делаем потом, вот при таком загущенном посеве. Какие-то вырастут, сразу будет видно здоровые толстые, какие-то маленькие. Потом будем когда пикировать, через 10 дней после всходов я буду пикировать, я мелкие откину, здоровые оставлю, поэтому у меня они очень часто. Вообще вот стандартная схема посадки, если обычная, с пикировкой в стандартные сроки, в фазе 1-2 листика, это 3-4 сантиметра, ну короче 2-3-4 сантиметра между вот этими вот рядками. Вот рядок, 3 сантиметра отступаете, еще рядок, 3 сантиметра отступаете, еще рядок. Я сейчас проверю себя, сколько у меня, но я все делаю на глаз. Так, о, прям точно, как в аптеке. У меня 3,5 сантиметра. И 2 сантиметра указывается всегда между вот этими семечками. Сейчас я себя проверю, как у меня глазик работает. Так, ровно 2 сантиметра. 2-23 миллиметра. Короче, если вы с последующей пикировкой, 3 сантиметра между рядками, 2 сантиметра между семечками и вперед. Я уже снова рассказывать не буду, подсказка будет, как я села экспериментальные томаты. Это точно так же. Я делаю бороздки, проливаю привикуром, раскладываю семена. Потом еще раз проливаю вот так вот привикуром. Сейчас пройдусь вот этой клизмой. Пролью. Вот этими же загребу, вот этими как, ну, как гребнями вот в междурядье. И все. И закрою пленкой, поставлю в самое теплое место в моем доме. А так как у нас сейчас морозы и очень неудачное место для посевов, даже дома холодно, я вот во всем во всем одета в теплом. Поэтому я их помещу в китайскую палатку, включу лампу, для того, чтобы им было чуть-чуть потеплее. Закрою их на все замочки и буду ждать, когда они взойдут. Все, до свидания. Вот это о схеме посева. Густо. Если густо посеете, вам придется пикировать очень рано. Вот как у меня густо, через 2 сантиметра. От силы 10 дней после всхода они проживут. Потом, как только листва сомкнется, нужно их пикировать. Если вы хотите пикировать попозже, значит расстояние делайте и так больше, и так отступайте больше. Вот все, вся премудрость. Посеете густо, нужно пикировать рано. Если не хотите пикировать рано, сейте редко. Если вообще не хотите пикировать, сейте через 8-10 сантиметров и в ту сторону, и в другую. Удачи вам! Удачных посевов, хороших урожаев всем!